Так, я не понял, у нас что, снова появилась какая-то обнова? Эм, не знаю, вроде нет. Не-не, Кубик, она реально появилась, там в магазине что-то новенькое. Ого, раненый спикер Мэн Титан, а что он такой дорогой? Ха-ха, Кубик, я же думаю, вы не будете его покупать. Ха-ха, я думаю, что если наберется много лайков, тогда спикер будет у нас в кармане. Ого, Борис, ты что, готов его реально купить? Ага, только за лайфосами. Ну, думаю, что за такое можно даже еще и подписаться на канал. Ха-ха, а мы сегодня будем получать ядра. Сема, а они нам зачем? В смысле зачем? Я думаю, что они нам еще обязательно пригодятся. Кстати, парни, а вы заметили, что в магазине у нас есть небольшое обновление? Теперь появились настоящие скидки. Эм, а почему-то в Мэн Титан без скидки. А вот этого я, к сожалению, не знаю. Но если что, у нас, между прочим, появился еще один персонаж. В смысле? Это еще какой? Настоящая спикер-вумен. Мне очень интересно узнать, какие у нее есть способности. Ха-ха, так можем ее просто купить и узнаем. Вы что, гоните? Лучше купить большого спикер-мена. Это намного выгоднее. Нет, нафига он вообще нужен? Мы его также обязательно купим. Но для этого нам нужны новарми чипы. А еще мы помним то, что в нашем Хэллоуин-Венте мы еще получили всего лишь три тыквы. И нам бы немного ускориться, потому что я хочу получить тыквамена. Сегодня, конечно, мы его получим навряд ли. Но думаю, в следующем видосике он 100% будет у нас на аккаунте. И если ты не хочешь это пропустить, прям сейчас не забудь подписаться на канал. Стоп, следующие видосики не пропускать. А мы пока что идем дальше. Стоп, Кубик, я не понял. Ты что, решил еще раз посмотреть на свою пасхалку? Ну, я думаю, что ее и так уже все видели. Но можешь, если что, еще разочек взглянуть. Стойте, Кубик, а я слышал, что здесь еще есть несколько пасхалочек. Хочешь, я их покажу? В смысле, ты что, уже даже знаешь, какие именно? Ага, но покажу только тем зрителям, которые на канал подписаны. Так, Борис, подожди, давай мы заспауним еще парочку камероменов, пусть они бегают, и, конечно же, этих скеминистов сразу уничтожают. А вот это, мне кажется, уже нифига не честно. Не-не-не, все так и должно быть, конечно же, потому что этих чуваков мы должны уничтожать как можно скорее. Особенно этого агента. О, он, походу, Сон взорвался. Да уж, это было максимально глупо. Так, вы же помните, зачем мы сюда зашли? Эм, ну, наверное, чтобы слить очередную катку. Нет, во-первых, мы ее 100% выиграем, а во-вторых, мы должны найти настоящие тыквы. Ага, и в комментариях под видео написали, что они появляются через один уровень. О, а на этом уровне есть еще одна пасхалка. Хе-хе, Купик, а это кто еще такой? Комментарии под прошлый видео почитай и узнаешь, потому что там написали очень много. Ага, все, походу, вообще какой-то невнимательный. Впрочем, ничего нового. Так, у нас остается последняя парочка скеминистов, и, кажется, они уже к нам подошли, значит, мы с ними прямо сейчас разберемся. Правда, есть одна проблемка. Эм, это еще какая? Да настоящая проблема в том, что тыквы мы здесь не нашли на этом уровне. О, зато здесь есть настоящая пасхалка, чекай. Эм, Борис, а куда смотреть? Да вот же здесь, 666. Ого, реально? В смысле, где там 666? Я ничего не вижу. Тома, ты что, серьезно? Ну да, вообще непонятно было. Ты яркость своего телефона побольше сделай, и тогда, конечно же, все увидишь. А, ну ладно. А мы пока что идем дальше искать тыквы. Стоп, а как этот чувак только что погиб? Хе-хе, я сам не понял. Наши камераманчики были очень далеко. Но все-таки они, походу, смогли до него достать. Опа-на. А я вижу очередную тыкву. И мы ее сразу разоберем. Плюс одна. А, смотрите, какая она яркая. Реально, ее можно было увидеть прям капец как далеко, потому что она очень ярко светилась. Так, получается, на этом уровне тыкву собрали. Теперь можно идти дальше. Интересно, а может ли быть такое, что на одном уровне находятся сразу же две тыквы? Мне кажется, что нет. А я предлагаю просто узнать. Да блин, почему этот дефакт был такой медленный? Наверное, потому что нужно было заходить за вселенную из кеминистов. Ага, там твои чуваки вообще еле передвигаются. Это точно была бы настоящая ошибка. Согласен, за них лучше вообще больше никогда не играть. Так, подожди, здесь в конце у нас находятся два с кеминиста. А где еще один? Эм, походу он был где-то в самом начале. Серьезно? И мы просто его пропустили? Так, подожди, у нас там еще что-то лежит. Это тоже какая-то пасхалка? Ага, это настоящий вангус-мен. А что он здесь делает? И вообще такое чувство, как будто бы из него исходит душа. Или мне кажется? Нет, Кобик, тебе просто показалось. Интересно, а эту пасхалку в игру давно добавили? Потому что я что-то ее даже не припомню. Так, парни, погодите. Что если взять другого секретного агента? Какого? Темного спикермена? Не-не, глюч вангуса. А ты объясни-ка, это зачем? Да потому что он имеет очень быстро передвигаться. И мы сможем максимально быстро проходить уровни. Воу, точняк. Об этом я даже сразу не подумал. Стоп, о чем? Какой-то медленный. Хе-хе, походу Борис что-то перепутал. А, нет, мы просто взяли и ускорились. И на нашем пути, конечно же, все скибенисты уничтожаются. Хе-хе, так это же вообще достойчиво, как можно проходить эти уровни? И как можно максимально быстро собрать все тыквы? Нифига себе, мне вообще кажется, что это какое-то читерство. Не-не-не, Сёма, персонаж у нас доступный, секретный. Мы выбивали его из кейсов. И это значит, что мы это сделали 100% не зря. Так, где там тыквы? А хода на этом уровне их не будет. Но мы сейчас это, конечно же, узнаем. Немного ускоримся. Всех чуваков уничтожим. Походу остался последний. А тыкву мы всё ещё не нашли. Да уж, здесь её просто не было. Парни, а вам не кажется, что мы как-то слишком долго фармим наши чипы? Ну да, согласен, всего лишь 1400 штук. А может быть мы просто немного задонатим? Ты чё, серьёзно хочешь задонатить и купить чипы в этой игре? Да, 100 тысяч было бы просто идеально. План у вас, конечно, грандиозный. Нам бы тогда даже хватило на целую кучу агентов. И даже на парочку в гибелистов. А ещё мы обещали купить настоящего спикера. Вы же помните? Ага, Борис, только он стоит 499 рублей. Ну и что? Мы, если ведь уже лайфосики поставили, значит я готов его покупать. Окей, Борис, но если тебе не сложно потратить 499 рублей, вообще без проблем, можешь его покупать. Ха-ха, договорились, раненый спикер залетает к нам на аккаунт. Дом, я не понял, а куда он только что исчез? Эм, не знаю, может быть он появился в агентах? Сейчас мы, конечно же, должны это узнать, пока что никого не вижу. Мне просто кажется, что он настоящий элитный агент. Ого, ты был прав, он реально находится в разделе элитные. Правда здесь есть ещё один заблокированный чувак. Эм, а кто это такой? Вы поняли по силу эту или нет? Тёма, ты реально не можешь понять по его голове, по его телу, кто это такой? Ну, есть такое предчувствие, что я где-то его видел, но как-то очень странно. Да уж, думаю, лучше у подписчиков спроси, они тебе в комментах добежут. А мы пока что нашего чувака немного прокачаем. Эй, я не понял, почему он валяется? Ха-ха, его, наверное, уже просто загасили, когда он даже не успел начать катку. Это, кстати, реально очень странная поза, но, возможно, она наоборот означает, что он капец какой мощный. И сейчас просто воскреснет из мёртвых. Но нет, он здесь точно так же лежит. Ха-ха, мне кажется, что мы его зря купили. Не-не, Сёба, ты видел, сколько он стоит? Значит, он должен быть капец какой имбовый. Офигеть, я чуть эту тыкву только что не пропустил. Ха-ха, реально, это получается, что нужно смотреть каждый угол этой карты. Но тыкву мы, если что забрали, и думаю, что если мы вызовем поддержку, то у нас появятся настоящие спикермены. Так, давай просто это проверим. Нажимаем. Ого, реально появилось целых три спикера. Нифига себе, а чё так много? Сёма, так и было задумано. И у нас ещё есть одна ультимативная способность. Мы её, конечно же, тоже проверим. Но перед этим нужно всех стеблистов собрать в одну кучу. Ага, чтобы всех уничтожить просто с одного удара. Мне вообще кажется, что это как-то нечестно. Сёма, сори, конечно, но тебя вообще никто не спрашивал. Так, и у меня есть вопрос. Какой? Почему? Живо всё ещё 11 врагов. Получается, что мои маленькие спикер-мены, которых мы заспавнили, пока что никого не уничтожили. Ага, это странно. Они, по-моему, какие-то бесполезные. Да я же вам сразу об этом говорил. Так, и чё вы задумали? Я просто хочу проверить свою ульту. Пофигеть, он испускает... Стоп, а... А чё сейчас только что произошло? Ага, он, по-моему, куда-то улетел. Парни, а вас не смущает, что он даже никого уничтожить не смог? Кстати, да, он оставил целую кучу скиберистов, у которых осталось мало жизней. Но я думаю, что сейчас мы их, конечно же, добьём. Так, ульта зарядилась и используем. Всё, теперь до них точно ничего не останется. Блин, парни, есть у меня такое предчувствие, что 499 рублей мы потратили зря. Я так же вам с самого начала говорил. Вообще, Бориса просто заскабили. Нет, подожди, может, мы просто ещё не до конца разобрались в этом персонаже. Давай ещё раз попробуем. Купик, стой, ячь, вернись на чайные карты. Вдруг там есть тыква? Нет, тыкву в этот раз сюда не положили. Эх, а я думал, что она здесь появится. Но, к сожалению, нет. Ладно, погнали дальше проверять наших чуваков. Смотрите, парни, у него даже ноги нету. Спасибо, Сёма, это я сразу же понял. Ты даже с начала думал, что у него нет ноги. Он вчера просто без такой мощный. С этим я полностью согласен. С чуваками он справляется вообще без проблем. Только вот скибедиста одного уничтожить не может. Ха-ха, Купик, это, походу, вообще какой-то козяк. Не-не-не, подожди, мы просто к этому чуваку немного не привыкли. Ага, сейчас всех скибедистов в одну кучу соберём и всё равно уничтожим. И нужно пожелательно это сделать как можно скорее. Парни, да у вас всё равно ничего не получится. У них останутся в жизни буквально несколько пикселей. Скорее всего, реально так и будет. Короче, предлагаю просто ещё немножко купить чипа. Борис, а ты уверен, что стоит это делать? Ха-ха, конечно, на все 100%! Окей, если ты хочешь ещё немножко потратить денег, я вообще не против. Ха-ха, я тоже. Но думаю, то, что взамен зрители хотят поставить свои лайкосики. Поставьте, потому что Борис реально потратил очень много денег. И, походу, это было ещё не всё. Ага, придётся тратить ещё. Так, эти исправились. Возвращаемся в менюшку. И теперь будем немножко донатить. Несколько донатов спустя. Стоп, я прикола не понял. В смысле несколько донатов? Да, Кубик, я решил немножко расщедриться. Чего, блядь? Какие 600 тысяч чипов? Борис, ты чего ещё с ума сошёл? Ты сколько сюда потратил денег? Я даже боюсь представить. Думаю, что зрители могут, конечно же, это посчитать. 100 тысяч чипов стоит 1599 рублей. Я просто думаю, что зрители набрали очень много лайков. Ха-ха, так вы же понимаете, что нам сейчас даже хватит на настоящих скебинистов абсолютно всех. Да, Сёма, и походу мы реально сможем его купить. Ведь остаётся последний скебиди-учёный. Так чего ж мы тогда ждём? Давай его купим. Нет, Борис, я думаю, задонатил не на твоего персонажа. Ага, я вообще-то хотел купить сначала всех своих агентов. И теперь ты сможешь это сделать просто за одну секунду. Ха-ха, это же вообще крутяк, покупаем банду с меной. Да уж, это, походу, его самая первая версия. Ну и что, да то он у нас появился. Ещё скажи, что ты будешь покупать Камера Вумен и Камера Мэна Титана. Ха-ха, конечно, я тоже обязательно купю. Но сначала хочу купить нового персонажа. Точняк, Спикер Вумен появилась только в этой версии. И думаю, что нужно сразу же её затестировать. Возможно, она даже будет лучше, чем ваш этот Спикер Мэн, которого вы купили за донат. А мы, конечно же, прямо сейчас просто это узнаем. Купили уже эту девушку. Смотри, у неё есть настоящий кинжал. Ха-ха, она чё, какой это самурай? Не знаю, Сёма, сейчас мы это, конечно же, проверим. Снова, как обычно, не забываем возвращаться в начало карты. Да, ведь там может лежать пиква. Эх, сейчас, всё время ничего не лежало. Но наша Спикер Вумен потихоньку отправляется на охоту. Ага, смотри, здесь всего лишь 4 врага. А чё так мало? Эм, а чё она сносит так мало урона? Походу, нужно будет её сначала прокачать. Ага, и как можно сильнее. Хорошо, что Чипы у нас сейчас, конечно же, есть. Так, окей, она одна не справляется. Нам нужна подмога. Ха-ха, вот этот Камера Мэн сейчас будет вырубать моего учёного. Да, Сёма, ты всё правильно понял. И он это сделает на изи. Мы, конечно, ему немножко помогли. А, я понял, почему здесь так мало врагов. Молодец, Сёма, потому что здесь есть настоящий босс. Я, если что, тоже это сразу понял. А чё ты молчал? Я думал, что это было очевидно. Не, Кудак, я даже сам об этом на самом деле забыл. Ну вот, а я тебе просто об этом напомнил. У нас остаётся последний фраг, и как ты понимаешь, это будет настоящий босс. Ого, пила! Ха-ха, чё пила? Скибеди, пила. Сёма, ты дурной, что ли? А, я думал, что она там пить захотела. Нет, Сёма, я имел в виду немного другое. Опа-на, смотри, сколько она нанесла урона. Эм, ну не знаю, как-то маловато. Ты подожди, это просто только начало. Короче, я предлагаю вернуться в менюшку и серьёзно её качнуть. Идея, конечно, хорошая, но кажется, есть какое-то но. Да, Сёма, всё правильно, я не хочу начинать этот уровень заново. Окей, тогда просто его сейчас доиграем. Только нам нужны жизни. Здесь у нас должна появиться отхилка, но её почему-то всё ещё нету. Кобик, а ты подойди поближе к моему скибедисту, он вас похилит. Угу, я понимаю, какой у неё будет хил, но уж нет, таким заниматься я точно не хочу. О, Кобик, смотри, появился. Мы сразу же наши жизни восстановили, а теперь идём атаковать этого чувачка. И нужно это сделать как можно быстрее и как можно сильнее. Вам это всё равно не поможет. Не-не, Сёма, поможет ещё как. Так, смотри, у него уже меньше половины жизни. А у нас больше половины. Ну, как ты понимаешь, ещё буквально парочку ударов по нам, и он нас может просто уничтожить. Надеюсь, что это произойдёт как можно скорее. Не-не, Сёма, можешь даже об этом не мечтать. Так, короче, я думаю, что у нас есть, наверное, ещё очень много усилений. Ага, что ты хочешь использовать? Пожалуй, возьму дополнительную жизнь. Ого, а как она работает? Сейчас всё узнаешь. Если твой скипянист захочет нас вырубить, то мы, конечно же, быстро восстановимся. Давай, кстати, даже сразу это проверим. Окей, смотри, сейчас он один раз выстрелит, нас убил. Но мы сразу же восстались, мёртвые. Ха-ха, а как это так получилось? Эээ, как бы такую способность добавить в сериал, чтобы восклицить в Антур-Мэна? Ага, вы видели? Только что у этого скипяниста был вообще один пиксель хп. Серьёзно? А я думал, что вы его добили. Ну да, сейчас-то мы его уже добили. И теперь заходим в агентов и выкачиваем нашу девчонку. Интересно, до какого уровня сейчас мы сможем её качнуть? Ведь чипов у нас просто дофигища. Ха-ха, парни, а что с ней все потратить в одного персонажа? Идея, конечно, хорошая, но делать мы этого не будем. Потратим 50 уровней. И теперь пойдём купим кого-нибудь ещё. Ларис, подожди, нужно нам зайти в ивент, посмотреть, сколько у нас есть тыкв. Всего лишь 5 штук. Да уж, кажется, нужно ускориться. Окей, мы уже выяснили тактику, как быстрее всего фармить эти тыквы. Нам нужно просто взять секретного глич в Антур-Мэна. Его, конечно же, немного прокачать. Эм, а это зачем? Скоро всё узнаешь, и сразу же бежать в следующую катку. Конечно же, как можно скорее собирать тыквы? Здесь 100% она должна быть в начале. Нет, Борис, в начале здесь, походу, ничего не было. Эх, ну ладно, тогда будет в конце. А для этого мы ускоряемся. И максимально быстро бежим искать следующую тыкву. Она 100% должна быть здесь на уровне. Эм, Кубик, я пока что ничего не вижу. Я, к сожалению, тоже. Но мы же не должны её пропустить. Кубик, а что это здесь? Снова её нету. Это будет прям очень обидно. Но если что, у нас уже восстановилось наше усиление. И тыква лежала в самом конце. Стоп, я же надеюсь, мы её сможем собрать. Фух, ещё плюс одна тыква. Ну всё, теперь просто выходите. Нет, в смысле, зачем выходить? Ведь мы можем ещё раз ультануть и всех сгибетистов просто добить за одну секунду. И пройти уровень. Ну и, конечно, сразу перейти в следующий. Так, а ну-ка дайте-ка я сыграю. Ладно, Сёма, так уже быть? Разрешаю тебе сыграть один уровень? В смысле? А чё ты вдруг стал такой добрый? Просто я думаю, что зрители прямо сейчас поставят лайк, подпишутся на канал и, конечно же, глянут следующее видео, которое здесь появилось. Чего ты ждёшь? Нажимай на него скорее!